Республиканская выставка племенных животных проводится раз в два года. У фермеров Чувашии появляется уникальная возможность продемонстрировать плоды своего труда. Как говорится, на других посмотреть и себя показать. Различные виды скота, птицы, кроликов, рыб и пчел заслуженно займут свое место. Правда, свиней на выставке этого года не будет. Такие жесткие меры приняты из-за боязни распространения африканской чумы. Вообще на этой выставке будет представлено где-то 53 организации, сельхозорганизации. Кроме этого, будут представлены личные подсобные хозяйства, которые занимаются разведением даже таких, можно сказать, нераспространенных животных. Птицы, как цесарки. Были у нас и шиншиллы. Для развития сельского хозяйства в республике предусмотрена ежегодная выставка «Дары осени». С недавних пор эта полезная традиция перешла и в малые города Чувашии, такие как АллатРь, Канаш, Шумерля. 7 сентября в Чебоксарах выставка откроется в трех местах – на рынке Шупашкар, Николаевском и на Северной ярмарке. «Дары осени» и выставка, можно сказать, она позволит, во-первых, горожанам получить более дешевый продукт. Если по прошлому году взять, то где-то 1600 тонн мы вообще продукции в этот сезон продали и на сумму где-то 14 миллионов рублей. И ориентировочно где-то 20% смогли сэкономить, ну, как сказать, горожане в этой акции». Министр рассказал, что в этом году в Чувашию из федерального бюджета поступили более 160 миллионов рублей на поддержку агропромышленного комплекса Чувашии. Сергей Павлов отметил, что практически все средства дошли до товаропроизводителей. «Во-первых, 57 миллионов рублей у нас предусмотрены на погектарную поддержку. Или, по-другому сказать, как у нас в правилах написано, несвязанная поддержка в растеневодстве. Сейчас уже расчеты находятся в Минфине. Буквально на днях мы их получим и будем перечислять уже эти суммы до сельхозпроизводителей. 50 миллионов рублей – это на краткосрочные кредиты в растеневодстве. С приходом от этих средств мы полностью лимит в растеневодстве, краткосрочные кредиты, закроем до конца года». Но и эти средства не позволяют решить все проблемы сельского хозяйства Чувашии, отметил Сергей Павлов. Возможно, в ближайшее время в республику поступят дополнительные средства. Ольга Алексеева, Николай Яковлев, Республика.